панически я выходил на сцену у меня текст перед глазами крупным шрифтом я его не вижу у меня все плывет я стою такую это жесть это жесть у меня прям вот со школы как пошел от боязнь просто стремная мимика и моторика и фамилии еврейские ты же не один да о да добро пожаловать арчи 13 вторые 50 процентов нашего комитета ты слышал что вы сейчас делаете о залов ну вот видишь опять к индивидуализму уходим а должно быть открыто акционерное общество вот два акционера есть вообще скажи пожалуйста почему так получилось что вы до сих пор работаете вдвоем почему все на себе тащите все очень просто люди которые к нам приходили к нам приходили время от времени люди на самом деле у нас ведь славы мало а тяжелой неблагодарной работы много есть еще один очень тонкий нюанс на самом деле если бы феликс не был святым андроидом из будущего нет действительно просто есть как бы ну например особенно в литературных конкурсах потому что художники у нас люди по большей части добра няшечка ну они более скажем так позитивные и адекватные в общении то на литературный конкурс приходит огромное количество изгене а ежели непризнанного гения особенно спорно рассказом про чмеля кусающего был такой да 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 если его отклонить или или это было не неважно просто сказать братан мы тебя в первую десятку не возьмем будет как я не в первой тройке именно так что нам поступало поступали угрозы физического расправы судебного преследования сексуальные расправы покрытия хуями в три слоя то есть на самом деле я как бы вот начинал например человеку отвечать да то есть и ко второй фразе я понимал что что-то я сейчас на самом деле всех пошлю и тут приходил феликс и с улыбкой святого франциска господь с вами конечно конечно мы только 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 мы вас мы тут и ждали вы только посидите никого не убивайте самом деле и из понимаешь 700 рассказов нет я не говорю что все авторы были такие на самом деле конечно нет большинство наших авторов тоже замечательные люди но был процент такого конкретного неадеквата который просто физически трудно было выдержать я читал эти рассказы в электричке когда ездил на работу и вот ты заходишь в электричку она битком начинаешь читать и видимо на твоей роже все это отображается и вокруг такой пузырь и на самом деле да этот как бы тяжелый то есть дохрена тяжелой работы при полном отсутствии какой-то мирской славы сорока гурии никто бабла все не подкидывает даже не дает и даже скидываться приходится и даже на улице никто не подходит с тобой сфотаться и взять у тебя автограф в этом в этом случае я круче само собой да бонус детском радость с вами майор и сегодня у нас гостях феликс феликс нихрена себе тут решил мне руку пожать феликс знаешь что имя тропируется как счастливый о да это не в честь железного это в честь котика феликса который с чемоданом а внутри у него еще чемодан тот самый а я думал что это вот сейчас есть феликская еда для котов о да феликс ты у нас организатор проекта ссср-2061 так точно скажи пожалуйста какую херму занимается глупотвой ну сам по суде если ты приглядишься что сейчас русская фантастика делает про будущее но ты там не найдешь ничего ценного от слова совсем подожди есть русская фантастика да прикинь это страшная штука она есть мы даже в нее достаточно глубоко ныряли даже выжили после этого потом нырнули еще раз снова выжили даже умудрились получить какой-то вкусный контент об этом расскажем ну вот смотри у нас есть классика советской фантастики да это не русская фантастика мы говорим про ефремов мы говорим про стругацких есть еще черный человек по моему быков писал нет забыл фамилию быков нет не быков черный человек там тоже фантастика она написана в 90-е годы я считаю что это можно отнести к фантастике уже российской что у нас сейчас самое знаменитое среди фантастик которые сейчас вот есть на нашем печатном слове из российской скажем так из современной российской фантастики если ты посмотришь либо условного дивова или лукьяненко то ты обнаружишь что собственно про будущее про реально про будущее там ничего такого особо не пишется то что когда-то давным давно писал ефремов или стругацкие но для современного читателя ну естественно художественно не будет достоверным уже современный читатель ну например типа меня который уже сильно моложе и который вообще-то вырос 90-е годы и о людях знает немножко другое чем знали о них стругацкие ефремов и для него эти герои выглядят картонными они странно общаются странно действуют странно выглядят странно себя ведут стану мотивации страны ценности это просто непонятно того же ефремова все герои говорили чуть ли не классическими гигзаметрами я вас умоляю или стругацких когда все герои выглядели действовали как словные мнс из хорошего научно-исследовательского института пятидесятых годов чем именно пятидесятых даже не шестидесятых но если мы вспомним произведение что что связано с первое да не полдень 21 века а начало когда путешествие на венеру да там ведь да страна багровых туч да страна багровых туч там ведь как раз показаны люди которые еще не отказались от тех ценностей которые у нас активно сейчас присутствуют в обществе да и там же трилогии идет то есть когда они полетели на венеру потом значит полет на марс и еще также полет вот в сторону юпитер и так далее там же они постоянно сталкивались с ценностями которые скажем загнивающий запад тогда пропагандировал было уже такое и это понятно ну я позже по моему все таки не знаю что картонных героев если читает современный читатель ему те герои они во многом чужды особенно если речь идет о ефремове когда я например читал час быка вот для меня вот я чих там этот чудесный эпизод блестящий как земная разведгруппа попадает в засаду каких-то грёбанных гопников и полностью гибнет потому что по людям боевое оружие применять мама не велит для тогдашнего читателя который ефремов возможно на которого ориентировался это да это была офигенная победа духа триумф воли и 33 удовольствия для современного читателя это провал боевой задачи возбухали миллиарды баксов возбухали килотонны человека часов вы все подставили вы посмели сдохнуть я согласен многие приоритеты стоят по-другому многие вещи опять-таки будем честны многие вещи которые для ефремова для его тогдашних читателей были понятны для нас понятными не будут это неплохо это так есть ну отражение нашего бытия ориентироваться все-таки стоит на современного читателя хорошо пышка мапассана ближе и роднее чем фай родис вот ты понимая это решил заняться немножко фантастикой до ночам еще немножко шьем некой современной фантастикой и решил это действовать через искусство именно изобразительное искусство правильно конечно почему именно но но дело было давно дело было неправда и мы долго бухали ночью жил себе не тужил почитывал всякого касада интересовался всякими около красными социологическими экспериментами зашел я как-то в гости карчи 13 кстати где он и стало быть зашла у нас речь о том что если тексты еще хоть как-то пишутся по крайней мере тогда нам так казалось то чтобы хоть что-то кроме текстов а именно картинки какой-то визуальный контент который можно не только долго и муторно начитывать господи кто будет читать длинные тексты ужас какой то что можно показать а этого нету этого нет совсем это какой год был это был год по-моему 11 давно дело было одиннадцатый год достаточно давно да так потихоньку полигонку во первых шаги что вы решили чем как вы нашли людей которые вы это же сам не художник нет конечно я по образованию радист образование сугубо техническое по тебе видно конечно что ж поделать как какие ваши первые шаги как вы собрали первых авторов рисунков пришли в гости дядюшки лексу которого тогда я читал сейчас киски конечно кровецкий очень много нам помог чему лоток пришли к дядюшке дахру который был не только красным но еще и рисовать умел как боженька собрались каком-то кабаке пятничным вечером тут же нарисовали лога придумали название потом по приходе домой я зарегал сообщества тогда еще жжешечки она тогда еще была более чем живая художники сидели там прикинули так так где вешать рекламу так так кого кто нас скорее всего перепостит так 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 какие примерно будем призы и сделали первый арт-конкурс работ тогда было дай бог памяти около 30 некоторое количество было очень классных мы плен у меня был разрыв шаблонов это что получается красные и вещи нарисованы не левой ногой и как будто их рисовал пьяный верблюд на спине у осла нарисована офигенно это был игорь савин очень крутой художник это был шива были очень классные именно первая победа вас вдохновила конечно опять-таки елы-пава это чё так можно было оказываться офигеть вот сейчас на сегодняшний момент у нас присутствует большая проблема что мы не знаем за что бороться у нас поколение которое еще моё которое еще твое застало салок вот тот самый где-то там на краешке достал что-то позитивно оттуда унесло и поколение новое которое салок не застало да я конечно специально так выражаясь вульгарно в отношении советского союза но у нас есть хоть какое-то понимание о том положительном что было тогда у современного поколения нету и когда мы говорим о левых идеях они понимают за что это к чему это очень правильный момент потому что современному человеку во первых первых у нас да очень страдает социология мы одной стороны испытываем килотонны проблем просто от того что у нас вокруг старый добрый капитализм чем проблемы у нас начинаются как ни странно задолго до того как у нас реально кончатся бабки потому что нас работы выперли задолго до чем проблемы взаимодействия с другими людьми самые разнообразные для многих например граждан было большим открытием когда им просто и незатейливо на пальцах рассказывают что вот у вас проблемы общения с вашими женщинами а вот у вас рекламные бюджеты ведущих модных компаний как это вообще связано это связано и проблемы просто некоторые не видятся хотя они есть а с другой стороны другой стороны когда людям говоришь что опа а можно оказывается жить и по-другому многих наступает такой разрыв шаблонов там ошибка деления на ноль ужас кошмар отчет как так вообще часто я сталкиваюсь с тем что люди просто даже не поставившись альтернатива и это надо не только рассказывать но еще и показывать чем лучше всего виде художественном опять-таки до того как ленин начал писать свои статьи были словные чернышевские была большая большая гуманистическая традиция русской литературы все подготовительные вещи не все были даже если взять нашу перестройку задолго до того как были условные там экономисты всякие заславские пияшевые агенбегян и прочие шняги были условные был условный аксенов всего островом крым были условные другие граждане которые там живописали кисельные реки и молочные берега и был в конце концов его величество голливуд которого были офигенные фильмы офигенными интерьерами офигенными тачками офигенными тёлками офигенными пушками все офигенное все на стероидах посмотрел аж душа радуется посмотрел на его на драга с его подбыриным 9 и 2 а потом да потом чешешь лепу сдавая в оружейку свой старенький пм черт возьми ё-моё с одной стороны да понятно что это именно кино это именно эффект но это было это было очень классным воздействием людям показывали что вот вы будете жить так оно понятно что да и люди за это боролись конечно боролись опять таки когда говорят что нас перестройка произошла бескровно что никто не сражался если прийти на любое кладбище из более-менее центровых пройтись по центральным аллеям господи там памятники павшим в борьбе за капиталистическое счастье там от братвы такой-то от братвы сякой-то еще как боролись они столько столько голов сложили что я вас умоляю да и не все и не все вышли из этого боя ничего не поделать но его свободы надо поливать кровушкой добрых бандитов у нас сейчас все равно не существует нормального образа будущего и прошу заметить вы держитесь на картинках но не идите дальше опять таки с текстами да мы тоже работали мы здесь действуем исключительно в меру своих скромных сил и средств по сути по сути основном работаем я и арчи из денег либо то что мы наскребаем своих тощих карманах либо то что нам донатит наши добрые зрители однажды кстати говоря самые такие большая наша активность которая была когда мы провели сначала конкурс рассказов достаточно большой самый крупный конкурс рассказов вообще который реально проводился как конкурс потом могу рассказать вообще это бывает в современной русской литературе потом еще все это дело проиллюстрировали даже потом мой сдал сборник говоря это проводилось потому что во первых да и мы поскребли своих тощих карманах и товарищ косат и товарищ гоблин митрий юрьевич нас очень хорошо пропиарили поддержали и мы собрали около трехсот сорока или сколько-то там тысяч что это хватило на два конкурса даже с учетом всех комиссий бум стартера опять же все зависит на самом деле по чесноку в том числе от того сколько человека часов мы можем выделить есть жесткая загрузка на работе одна статья ничего не выделяем не от жесткой загрузки на работе такие периоды тоже иногда бывают слава богу движуха идет полным ходом очень по-разному следующий шаг вот вы провели конкурсы вы провели конкурс по рисунку вы провели конкурсы по историям следующий шаг следующий шаг ну кроме того что продолжать до иллюстраторские конкурсы возможно возможно стоит двигаться до в сторону видео контента ну может быть хорошо не видел может быть комиксы возможно это тоже кстати говоря на самом деле не так просто как кажется это сочетание и сценаристике и иллюстрации возможно причем сценаристика в случае с комиксом гораздо глубже и сложнее нежели чем это делать с видео контентом да это это действительно так сценарист комиксе значит очень много тут может быть возможно когда-нибудь мы даже наберемся храбрость и возможно совместно с кем-нибудь действительно проведем конкурс крупной формы вариант конкурс синопсисов такое тоже возможно потому что рассказе даже серии рассказов там много естественно не развернешь а вот если человеку предложишь вот вам будет оказана такая такая поддержка по продвижению если вы все это дело допишите это будет совсем другое дело я думаю что мы в этом направлении сможем немножко поработать если ты видел я сейчас пытаюсь сделать некий сериал я сейчас очень мало что смотрю но засмотрю да и там очень нужны и сценаристы художники там уже меньше но все сценаристы хорошие там очень нужны поэтому я думаю что мы можем где-то немножко с коррозинироваться сориентироваться свое время свое время когда шоу последний литературный конкурс раз тогда очень много работал в качестве того чтобы басурмане называют скрипт доктором человек который вычитывает рассказы и говорит что вот тут-тут-тут логические неувязки просьба поправить то-то 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 вот здесь вот у вас просто такой человек не может так говорить поправьте пожалуйста то-то то-то и то-то вместе с приглашенным редактором аленой владыкиной дай бог здоровья очень классно помогало все это дело править рассказы очень классный помогала вылезать. Кстати, то, что почти никто сейчас не делает. Потому что сейчас, когда литературные конкурсы проводятся, обычно в более-менее крупных издательствах, там обычно сразу приглашают некоторое количество своих знакомых, естественно. И просто берут те рассказы, которые у них уже есть, которые можно более-менее доработать напильником и отправить в продакшн. Пыщ-пыщ и в продакшн. А мы их именно делали то, что никто не делал. Во-первых, действительная помощь редактора. Иногда даже добровольно-принудительная помощь редактора. Да, авторов не удавалось достучаться. Плюс, мы, наверное, были последними, которым было вообще наплевать на коммерцию, наплевать на то, что там литература схлапывается, потому что мы радовались, когда нас выложили на флебусточку. И мы были последними, кто работал именно с начинающими авторами. Сейчас, по-моему, это никто, конечно, не делает. В общем, и тогда тоже не делал. Ну, ты знаешь, это та из проблем, которая в сегодняшнем общество у нас присутствует, это проблема развития творческих личностей. Нету возможности, помнишь этот плакат советский, «Дорога таланта, дорогу таланту». Такие мальчик со скрипочкой. Да, да, да. И у нас как раз «Дорога таланта», когда «Таланту нету дороги». Ну, скажем так, сейчас, сейчас. Ну, как скажем, если у твоих родителей достаточно денег, чтобы заплатить просто за то, чтобы у тебя была форма, чтобы ты просто поучаствовал в танцевальном конкурсе, значит, ты будешь участвовать в конкурсе. Если у твоих родителей нет денег тебе купить платье или костюм, чтобы ты поучаствовал, ты не будешь в нем участвовать. Я уж не говорю про самопоездку, и мы говорим всего лишь про какое-то там это. Если мы говорим про творчество, связанное, вот мы сейчас сидим на рэп-базе, да, в советское время такие помещения предоставлялись бесплатно. Было расписание, были репетиционные базы, я сам был в нескольких таких в Иваново, спокойно группы могли проходить, брать инструменты, которые есть, и тренироваться. Здесь это все делается за деньги. Ну да. Сейчас, на самом деле, я вырос все-таки несколько позднее, я уже изготовлен сам в конце перестройки. Для меня это очень звучит удивительно, чего бесплатная рэп-база, обалдеть. Да, вот причем самое забавное, что у нас потом человек, который в советское время декорировал, до сих пор этим занимается, Холмский некий. И всем Ивановским привет от Холмского. Да-да. Да, и вот у нас я был в нескольких помещениях, абсолютно бесплатно доволен с инструментами. Это ладно, я помню прекрасные детские игровые комнаты, которые находились, может быть, не в каждом районе, но они были. Ты приходишь, там есть бесплатно можно было поиграть в хоккей, в бильярд детский, там еще какие-то вещи были. Вот, да, это присутствовало. Сейчас такое у нас, к сожалению, не встретишь. Да, 90-го это не пережило. Ну, отсюда и проблема с творчеством. Понимаешь, вы выполняете одну из очень важных функций. Да, конечно, вы это делаете с точки зрения агитации пропаганды, ну, скажем, с какой-то мере, потому что вы хотите все-таки показать некий коммунизм или социализм. Сколько можно ассоциировать коммунизм либо с гулагами-гулаговичами, либо, в лучшем случае, с обкомами-обкомовичами, очередями, прости господи, очередями-заталонами-наталоны. Такие, черт возьми, сколько можно. У тебя еврейская фамилия. Самое время начинать ее ассоциировать. Коммунизм – это любовь, доброта и кролики. Вот так вот. Вот так надо. Ну, я бы на самом деле добавил больше, больше хорошего, больше позитивного. Никто не понимает, что у нас настолько мы загнаны экономическим принуждением в рамки психологического нашего представления о жизни, что это нас… Вот знаешь, свобода, да? Что такое свобода? Это когда ты сидишь у себя в комнате 24 дня в 7, свободно можешь сходить купить продукты, на которых тебе не хватает денег, свободно можешь… выбрать ипотеку, которую тебе не дадут. Да, вот это свобода, да, там. К среднему обывателю такие требования формируются, которым даже топовые 5%, наверное, соответствовать не могут. Тебя требуется быть настолько крутым и офигенным, что ты не сможешь им соответствовать, даже если будешь получать две своих зарплаты и работать по 30 часов в сутки. А без этого вы друг друга уважать, мягко говоря, не сможете. Потому что вам будет каждый день в бошке вот это вбивать. Вот, будь таким модным и крутым, будь как топовый пацанчик из Инстаграма. Один, помню, товарищ мне показывал один прокачанный аккаунт, правда, во Вконтактике. Там парнишка был, примерно моего возраста, весь модный, крутой, путешествия, все с понтовыми фильтрами, каждый кадр вообще картинка. Потом я такой спрашиваю, хей-хей, а что-то у него за последние полгода никаких новых постов-то нет. А мне и говорят, так он повесился. Да, кстати. Ну, что ж, чувак, по крайней мере, ты пытался. Да, ну, если мы возьмем наших звезд, которые были, вот особенно, это часто же случается в Америке, да, гитарист Нирваны, да, там, актер Робинс, музыкант, вот этот, как правильно, Робби Робинс. Робби Вильямс и Робби Вильям, да? И оба покончили жизнь с... Да, бывает. Опять-таки, если говорить с любым практикующим психотерапевтом и просто незатейливо поспрашивать вообще, с какими жалобами к вам обращаются ваши клиенты, то в целом агитировать за социализм лучше агитацией, наверное, представить себе невозможно. Потому что там очень четко видно, что у людей жесточайший прессинг, жесточайшее давление. Несмотря на все россказни в офигенной свободе, люди сами натурально разбирают себя по кусочкам и кушают себя по частям, выжимая себя больше, больше и больше. Причем, грубо говоря, человечество уже давно научилось бороться с любыми пещерными медведями. Саблезубые тигры, они уже давно похоронены и закопаны. Наша главная проблема в том, что мы с большей частью конкурируем уже сами с собой. Если останется один победитель, а мы фокусируемся именно на победителях, то никто обычно не обращает внимания. Наши внимания фокусируют на победителях. Это все-таки не совсем так. Не мы фокусируемся, а наше внимание фокусируется. Да, наше внимание фокусирует, а мы рады поддаваться. Познай себе и смотрим. Кто читает никому неизвестные инстаграммы? Никто. А кто читает известные? Их многие. На самом деле, если вообще приглядеться к нашему современному техническому прогрессу, то можно вообще посмотреть... Так мы дигадируем? Скажем так, направления, которые финансируются, это очень избирательные направления. Это некоторая часть биотехнологий и, скажем так, медицина для богатых. Это очень много управления массами и рекламных технологий. Это очень хорошо. А вот такие вещи, типа термоядерная энергетика, да я вас умоляю, кому она нужна? Строят там этот ИТР, 30 лет строят, и еще будет столько же. На котором термоядерную реакцию управляемую, которая хорошая КПД должна будет обеспечить, хотят получить. Сколько лет хотят? Очень давно. Потому что никому не нужно его слишком сильно финансировать. Это такой долгострой, который начался еще при Советском Союзе. Дальше. Космонавтика, ну окей, понятно, что для полноценного развития космонавтики, для того, чтобы там беспланетные путешествия стали более-менее реальностью, а не чисто исследовательскими вещами. 30 лет деградации. Ну, нет, не деградации. Сфокусировались на том, что таким важным и уважаемым людям действительно надо. А все эти побочные вещи, зачем? Они не нужны. Не, ну как же у нас плюс сотовая связь, спутниковая, GPS. Я не устаю повторять, что интернет придумала не совсем частная контора, и не совсем в коммерческих целях. Ее придумали по заказу американского правительства, для того, чтобы общаться, в общем-то, в условиях ядерной войны. Внутри собственной базы. В общем, да. Пентагона, по-моему. Ну, не Пентагона, а скорее многих военных баз. Но, в общем, направление было примерно такое. Опять же, сотовая связь, до того, как она действительно коммерциализировалась, она очень долго разрабатывалась, да, в рамках больших корпораций, в рамках, по сути, оборонного финансирования. Если посмотреть даже, как возникала Кремниевая долина, то первые, как минимум, 20 лет, это были либо государственные финансирования, за счет очень щедрых контрактов, в основном от Министерства обороны США, либо, в основном, от других правительственных структур, либо, прямо правительственных, либо структур штата Калифорния. И только через 20, что ли, лет, там частные инвестиции на тех графиках вообще стали заметны по сравнению с правительственными. Потому что, да, они стали давать какую-то прибыль. Почему это важно? Несколько финансовых. Почему важно, что ты делаешь акцент, что спонсировал не частный, а спонсировал государственный? Скажем так, если у нас есть частная компания, у частной компании есть главная боевая задача – извлечение прибыли. Если она прибыль извлекать не будет, у нее соберется Советский Дорог и скажет, черт возьми, что за фигней мы тут занимаемся, а не вложить ли нам бабки во что-нибудь поинтереснее. А государство все-таки это частично отражение общества, точнее, государство частично действует для общества. Вот тут есть такой момент, на чем погорел, в общем-то, Советский Союз. На том, что у нас, государство, оно начало функционировать в аварийном режиме. Гражданская война, индустриализация, потом Великое Отечественное, потом восстановление, потом нас в постоянном напряжении держали угрозой ядерной войны. Так оно, в общем-то, из этого режима выйти не смогло. Как полноценной демократии снизу до верху. Ее сначала не было, по вполне понятным причинам, потому что когда у вас война, вам будет не совсем до демократии. Потом она так и не смогла появиться. И когда говорили, что, опять-таки, люди перестали верить в свое государство, ну, они, да, они во многом перестали считать его своим. Потому что они считали, что, да, у нас очень мало, вообще, мало средств воздействия вот на этих условных чиновников, которые их вот нам назначают из центра. Мы только можем взять под козырек, там, ну, в худшем случае проголосовать против. В худшем случае, может быть, если совсем назначают всякую шнягу. Ну, это выглядело как будто, если, ну, да, как будто если немецкий часовой, и три ночи подряд кушал амфетамин, чтобы не уснуть, потом у него начались отходники, и он загнулся. Такое тоже, кстати, бывало. Потому что амфетамин придумали не в рекреационных целях, и внезапно не совсем частные фирмы. Ты знаешь, недавно мы с одним человеком общались на тему допинга в фашистской Германии, да, было такое дело, да, и он как раз про это рассказывал. Да. Но на самом деле, да, опять-таки, почему, собственно, социализм и коммунизм? Потому что мы все уже четко видим, что вот более-менее капитализм, развивающийся, без особых помех, он никакого серьезного прогресса нам не даст. Мы будем в лучшем случае иметь, там, не знаю, айфончики еще потоньше. Ну, окей, и что? Где, черт возьми, планетные путешествия? Где то, что еще Циолковский писал, «Горы хлеба и бездны могущества», этого нет. Готов все бросить, если появится возможность сесть на корабль и полететь к звездам? Скорее строить эти корабли, у меня специальность другая. То есть ты не готов все бросить и улететь навсегда, изучать звезды для людей? Так-таки и навсегда. Дай бог, дай бог. Мне, я, как бы, то, о чем мы говорим, оно уже такое достаточно избитое, и среди нашей тусовки-то оно понятное. Непонятно, опять же, то есть, как бы, мотивы действия понятны. Вот немножко более-менее ты опрессовал, почему именно рисунки, да? Как бы, когда вот ты готов будешь реально завтра взять и начать делать что-то новое? Вот, ну, я имею в виду, прям вот, снимать кино, рисовать мультик, строить конкурс про мультик, я не знаю. То есть, более того, ты же говоришь об организации, ты за счет конкурсов привлек к себе людей. Но организовал ли ты их между собой? Опять-таки, не надо преувеличивать наши возможности. Это не так. Так, ты что, не знаешь мантр? Ну, вот этих мантр с запада. Нет ничего невозможного, ты просто плохо работаешь, мало работаешь. А, эти знаю, эти уже слушал много раз. Я как раз был из тех людей, которые видят препятствия. Собственно, поэтому мне удавалось хоть каких-то бы результатов достигать. Я не преувеличиваю. Я считаю, что вы можете больше. Что, вот, ты можешь мне сказать, что вот мы обязательно, вот, поставим перед собой, не выполним, поставим перед собой вот эту цель и пойдем к ним. Как минимум продолжим конкурсы рисунков. Как минимум. Повышать стандарты. Как же повышать стандарты? Ну, вот, конкурс рисунков для вас уже, скажем, определенно пройденный этап. Вы уже это сделали неоднократно. Следующий конкурс этих историй. Дальше вы хотите конкурс синопсисов, правильно? Скажем так, эта возможность рассматривается, но опять-таки, тут есть килотонны препятствий, и тут еще много чего прорабатывать. Это, мягко говоря, не самая простая вещь. Тем более, с тем, чтобы это было развернуто в полноценный текст, и правильным образом выложено, с тем, чтобы это хотя бы теоретический шанс имелось провоцировать среди современных авторских тусовок, словно автор Тудея и всякого Витера, волну подражаний может быть. Тут это может потребовать очень серьезных трудозатрат, которые лично я даже толком еще не обсчитывал. Скажи мне, вот ты говоришь, трудности, трудности, что за трудности? Какие трудности тебя преследуют? Расскажу. Самый примитивный примитив. Как вообще проходил литературный конкурс? Если конкурс рисунков для оценки грубой, одной работы, несколько секунд, умеет человек рисовать, не умеет человек рисовать? Причем это делать может даже, мягко говоря, не очень. Откровенный шлак, если такой поступит, может отсеять даже не очень грамотный человек. Самый откровенный шлак. То для оценки литературного материала это совсем другие затраты. Вот самый примитивный примитив. Прошлый литературный конкурс. Примерно 350 рассказов на брата. На оценку одного рассказа требуется минимум полчаса. Причем это, мягко говоря, не самые приятные полчаса. Это полчаса, после которых это достаточно тяжелая психологически работа. Все это перевопачивать. Потому что, да, как бы плохо ни было, мы всегда старались дочитывать рассказы до конца. И почти всегда нам таки удавалось их дочитывать. При этом есть еще такой момент. После того, как ты прочитал рассказов хотя бы пять, необходимо сделать перерыв. Больше работать, хотя бы, ну, некоторое, по этому делу уже будет невозможно. Это просто психологически очень тяжело. Да, именно первичная отсев работа. Да, некоторые вещи нам, к счастью, удалось. Плавить на аутсорсинг. Да, мы прибегали к помощи редакторов, которых за недорого нанимали на это дело. Честь им и хвала. Но большую часть нам все равно приходилось вычитывать самим. Это черная и неблагодарная работа. Почему вы сами работаете задармар? Да. Почему вы не ищете людей, которые готовы вам помочь так же? Почему вы не ищете таких же людей, как вы? Что за попытку узурпировать власть? Хороший вопрос. На самом деле, на первичный отсев я в свое время искал людей за деньги, которые имели какой-то опыт работы редактором. Но вообще мысль хорошая. Возможно, да. Ну, я тебе расскажу. Денис, знаешь, наверное, Денис победителя. Есть канал «Токой победитель». Там есть Денис. И у нас с ним состоялся диалог. Он говорит, как только я нанимал для съемок каких-то операторов за деньги, все делали через жопу. Как только привозил одного человека идейного, вот он один с тремя камерами бегал, все получилось гораздо лучше, чем с тем, которым я заплатил деньги. Может быть, и здесь сработает то же самое. Может быть, вам все-таки стоит попробовать привлечь людей к своей работе. Возможно. Мне постоянно пишут люди, в том числе вот ваши направленности, просто они не совсем по моей специфике, да, работе, имея их нечем не озадачить их, не направить. И я, скажем, слабо понимаю, может быть, стоит направить их к вам. Угу. Ну, возможно, да. Тут же, понимаешь, мы же как эти, коверные. То есть, мы вынесли реквизит, афиши расклеили, собственно говоря, вот, а дальше уже представление-то как бы нас никто не видит, в принципе. У нас, собственно говоря, большей частью, ну, мы где-то там светились, это когда мы против ожиданий собрали вдвое больше, чем хотели, на бомбстартере. Да. И нас начали звать на всякие... Очень классно пропиарили. Телепедерачи, как же вы так это, типа, собрали бабла? Понятно. Собственно, да. А в остальном, как бы, ну, как-то вот есть проект, там, охуенные художники, замечательные, там, писатели, обалденная, там, озвучка какая-то. У нас есть, кстати, несколько аудио-рассказов. Да. Озвучим, да, там, ватку пряшим практически. Пряшим, да, очень круто. Как это сказать? Не добровольная. Чисто символическая оплата, по сути. У меня есть несколько человек коммунистических взглядов, есть не коммунистических взглядов, но которые готовы, я уверен, что на добровольной основе озвучить. Причем это люди, которые озвучивают книги, и их голоса знают многие. Есть одна история. На самом деле, то, что мы делаем, есть очень много контента в сети, который делают, может быть, люди идейные, они, может быть, очень заряжены идеологически, они очень хотят, они такие прям вот все. Но хороший парень – это не профессия. Все, что мы делаем, мы стараемся делать на максимально высоком профессиональном уровне. То есть, если у нас есть цакто, который шарит хорошо в звуке, в режиссуре, то вот этот человек нам не подходит для озвучания, он сказал, все, он нам не подходит. Он может быть с реинкарнацией Владимира Ильича Ленина вместе с Далай-Ламой пополам. Неважно. Он не подходит, потому что он не тянет профессионально. И поэтому, на самом деле, как бы это вторая сложность. При наличии маленького бюджета найти людей, которые это сделают. Потому что делать плохо смысла нет. Плохо и так сделают без нас. Нам надо сделать хорошо. Собственно, на, ну, конечно, до голливудских стандартов мы не дотянем, но как минимум до стандартов Мосфильма. Я в жизни умею две вещи. Заставы командовать и рекламу. Заставы командовать? Ну да, я по образованию пограничен. Заслужил? Военное училище закончил, да. Вот я про это и спрашиваю. Ну, последние 15 лет я занимаюсь рекламой, собственно, картинки. Я понял, да. Вот рекламой, картинки, да. Вот рекламируешь много неизвестных, ноунеймов. Нет, почему? На самом деле, если мы говорим о художниках, то у нас никаких ноунеймов, скажем так, нет. У нас все ребята, которые выигрывали, которые приходили участвовать, по большей части это ребята весьма серьезного уровня. Даже, я бы сказал, голливудского. Без преувеличений. Вот мы тут затрагивали, да, про образ будущего. У тебя есть желание, мечта создать что-то? Вот чтобы твои усилия легли в основу создания мультика, кино, комикс, может быть, еще чего-то. Есть или нет? Конечно, есть. Но ведь тут же у нас главная проблема. Подожди, давай не будем сейчас рассказывать на тосты про возможности, не совпадающие с нашими. Ага, но ты что знаешь, это тост. Конечно, да. Давай конкретно, вот хочу вот это. Вот к этому я стремлюсь. Ты знаешь, на самом деле, то, что мы как бы начинали, когда мы начинали, мы не знали, к чему мы придем. Это получилось стихийно. Нет, мы не знали, к чему мы придем, во что это разовьется. Это был скорее такой эксперимент. И по факту этот эксперимент оказался весьма удачным. То есть для нас это было в некотором роде исследование социологическое. Потому что когда мы начинали, мы не знали, будет ли это кому-то интересно, придут ли какие-нибудь, хоть сколько-нибудь толковые профессионалы, у которых есть чем заняться и помимо нашего конкурса. И когда это все как бы выстрелило, то для нас это стало в некотором роде откровением. И каждый последующий наш шаг, он всегда был экспериментальным. То есть когда мы устроили первый конкурс рассказов, мы на самом деле вообще не знали, что получится. Мы ходили консультироваться по издателям, мы ходили консультироваться по писателям-фантастам. Ездили в Питер с фантастами общаться. Это просто ребята-профессионалы всю жизнь этим на жизнь зарабатывают. Наверное, что-нибудь посоветуют. Но по итогу из всех этих советов и рекомендаций мало что пригодилось. И все получилось вообще совершенно не так. То есть каждый раз что-то, когда мы делаем, это какое-то откровение получается. Потому что до нас этого обычно никто не делал. У меня про будущий коммунизм никто еще толком не рисовал. Ну, если у тебя есть какие-то люди, которые рисовали, то поделись. Есть подпольная организация. Я говорю, что никто не рисовал. То есть это тоже быть новым. Я-то веду к тому, что кто-то же должен быть первопроходцем в этом направлении. Ну, на самом деле, конечно, кто-то должен быть первопроходцем в этом направлении. Вот мы, собственно, и первопроходим. Поэтому, когда ты говоришь, что следующим будет, ну, мы не знаем. Мы каждый раз что-то пытаемся. Я сейчас говорю о твоем сокровенном желании. То есть ты все равно же себе рисуешь какие-то достижения, чего бы тебе хотелось. Да, конечно, я рисую себе достижения, которого бы мне хотелось. Ну, ты так рассказывай. У меня есть планы, мы его придерживаем. Конечно, у меня была какая-то тактика, я ее придерживаюсь. Но мы занимаемся этим уже, почитай, 8 лет. И те планы, которые у нас были изначально, они очень сильно трансформировались. Поэтому, что будет дальше, как бы сложно сказать. Но понятное дело, что, скорее всего, мы будем продолжать именно по художественному направлению больше. Потому что, во-первых, этого никто не делает. Во-вторых, этого никто не делает не только в формате какого-то социалистического будущего, но и в формате какого-то приятного для жизни будущего вообще. То есть, на самом деле, если мы масс-культуру поднимем, все, у нас... Макс, безумный Макс. Да, безумный Макс, зомби. Зомби безумный Макс. И еще, может, какой-нибудь астероид или глобальная катастрофа в духе этих ацтекского календаря. Не, ну, есть много вариаций. Но все негативно. Хорошего-хорошего ничего в будущем нет. И, в принципе, то, что как бы вот к нам кто-то приходит, причем приходит как бы серьезный профессионал, говорит о том, что эта история про будущее, которым хочется жить, для которого хочется жить, она людей все-таки как-то волнует. То есть, люди, на самом деле, ну, причем в силу того, что эта поляна в масс-медиа, в массовой культуре так сильно вытоптана, то когда мы даем людям, особенно это касалось писателей, когда мы даем людям тему, что, ребят, вот, наступил 61-й год, 100 лет со дня полета Гагарина, и будущее есть, и в нем жить, в принципе, хорошо. Я только сейчас понял, почему 21-й год. Я не знал этого. В 2011 году, когда мы начинали, на самом деле, как раз было 50 лет. 50 лет. А ты помнишь хоть одно мероприятие какое-то массовое в честь полувека выхода человека в космос? Конечно, нет. Вот. Потому что не было. У нас было 100 лет революции, то никаких массовых мероприятий не было. Ну, 100 лет революции, ладно, это как бы, скажем так, в современной парадигме, которая у нас во власти, не совсем праздник, 100 лет революции. А вот 50 лет Гагарина, это все-таки была хорошая МАЗа приписать себе это достижение, однако этого никто не сделал. То есть всем плевать, будущего нет, будущего никакого нет. И когда мы людям говорим, ребят, представьте, что оно есть, то у многих происходил просто разрыв шаблона. То есть как это? Будущее есть, и в нем можно жить. То есть зомби не съедят, астероид не прилетит. И все, и после этого как бы, а после этого у людей начинался ступор. То есть чтобы какие-то были идеи свежие, должно быть много идей банальных, а их вообще нет никаких сейчас в этом формате. Когда людям говорят про какую-то фантастику и светлое будущее, все вспоминают кого? Стругацких. Стругацких. Или Ефремова. Но Ефремов, он вообще не фантаст, он скорее, скажем так, философ, да? Ну потому что это не какая-то остросюжетная фантастика, которую захватывающе интересно читать. А Стругацкие, они, ну, натурально, шибко устарели. Как бы для современного человека. Ну то, что Феликс уже и говорил, да? И ничего другого нет. Все как бы... И поэтому у нас на самом деле была большая проблема, особенно с литературным конкурсом, что многие пытались косплеить Стругацких. То есть, так или иначе, хоть тушкой, хоть чучелком, но опять вот эти вот наши романтичные бородатые МНСы, которые гоняют чаи у себя в какой-нибудь лаборатории и что-то такое эпично превозмогают. Совершенно, в общем, как бы недостоверные для современного читателя. При том, что мы для второго конкурса сочинили достаточно серьезный и, скажем так, на научной основе сеттинг. То есть, мы задали рамки. У нас 90-е были, у нас союз разваливался, у нас не прилетели инопланетяне, ничего там не исправили, у нас не появилась машина времени. Ну, то есть, максимально реалистичный образ будущего. Фактически, это даже была не столько фантастика, сколько какая-то прикладная футурология, что ли. Ну, да. И что вышло? Ну, вышло, в принципе, достаточно неплохо. Со второго захода, возможно, благодаря рамкам, на которые авторы смогли уже опереться, мы получили, в общем, достаточно большое количество. Если говорить о прикладной футурологии, да, у меня тут же всплывает только конкретно изображение одного человека. Мы с ним оба знакомы, попробуй сказать, кто это. Теряюсь догадкой. Лекс Кровецкий, на самом деле. А, ну да, возможно, возможно. Но Лекс Кровецкий, он скорее рассматривает это с точки зрения каких-то, даже я бы сказал, больше математических задач. Трендов? Да. А мы рассматриваем это с точки зрения ощущений. То есть, рассматриваем это через призму искусства. Потому что искусство – это как бы не про какие-то статистические выкладки, тренды и все прочее. Искусство – это про то, как человек себя ощущает. Ну, ты понимаешь, что в наше время это сделать фактически становится невозможным, потому что поколение, которое растет после нас, у них нет будущего, они его просто не видят. Они свое настоящее видят плохо. Ты понимаешь, в чем проблема? Никогда в истории человечества не появлялся никакой специально обученный человек в форме и не выдавал тебе образ будущего, пожалуйста, вот распишитесь здесь. Пути достижения, пожалуйста, вот. Нет. Люди сами всегда все это выдумывали. И, собственно, наша задача – это не выдумать за них что-то. Аснадивировать. А, да, просто собрать людей, дать им какое-то направление для мысли, и они сами же что-то придумывают. И на самом деле придумывают, и неплохо, поэтому не надо уж так сильно прям принижать умственные способности и творческие нынешнее поколение. Я не принижаю, я не принижаю, я говорю о психологии, о ходе мысли. Понимаешь, мы же выбираем вариативность нашего мышления из того, что мы привыкли видеть вокруг себя. Если мы не видим светлое будущее, мы его и думать в этом направлении не будем. Почему не будем? Ну, вот думают люди, на самом деле думают, как бы просто другое дело, что массово на это никаких ресурсов особо не выделяется, и поэтому массово этого нет. Ну, как говорится, за что платят, то люди и производят. Я тут, к сожалению, не соглашусь. Если мы говорим о массовости, да, тут очень много факторов, к сожалению, в нашей жизни. Они связаны с тем, что загруженность большая, то, о чем каждый из нас касается, то, что экономическое принуждение постоянно есть, то, что американская мечта, которая вчера была буквально там морковкой и висела перед каждым осликом, сегодня она исчезает, и становится невозможно. Социальные лифты пропадают и так далее. Ну, и о чем нам в этом положении думать? О веревке с мылом? Или, может быть, подумать о том, что есть какие-то, наверное, возможно, может быть, другие варианты? К сожалению, большинство думают о веревке с мылом. Да нет, ну что ты, человек всегда... Ты часто общаешься с пацанами в лес 19-20? Да нет, не то, чтобы слишком часто. А мне приходится достаточно, скажем, с периодичностью. Предел мечтаний у большинства, знаешь, какая? Шурмичную открыть. Ну, хотя бы такая мечта. Видишь, они не о веревке с мылом думают. Другое дело, что у этих людей просто нет, скажем так, в обозримом кругозоре хоть какого-то другого варианта обустроить жизнь. Может быть, немножко направить работу, которую вы делаете, на такое поколение? Может быть, надо им дать вот самую вариативность выбора о том, о чем направляют свои мысли, в область фантастики, потому что у большинства либо, как ты говоришь, зомби, либо апокалипсис, либо инопланетяне, либо шурмичное. Все. Другого варианта они не выйдет даже для хода своих мыслей. Шурмичное для зомби. Да, собственно, мы для этого весь проект и затеяли. Но другое дело, что с нашими худными ресурсами мы не можем дать массовость. Мы даем, скажем так, максимально качественный контент. То есть, на самом деле, задача сообщества, по большому счету, это генерация оригинального, нового, качественного контента. Задам тебе очень важный вопрос. Стоит ли 10% качества и 90% времени? Дай-ка я прикину. У нас получилось из семи сотен рассказов где-то пара десятков хороших. Это как, попадает в твою статистику? Я думаю, что нет. Короче говоря, да, скорее 99% работы дает 1% качества. Как так? Может быть, стоит немножко это, сдвинуть. Снизить планку? Да. Может быть, не стоит стать перфекционизмом таким? Нет. Понимаешь, в чем проблема? Современный человек окружен очень серьезно проработанными, привлекательными образами. Теми самыми рекламными морковками. Поэтому на ютубе сам у этого просмотра собирает полный швак. Это совершенно не важно. Ты смотришь на ютуб 10% своего времени. Остальные 90% своего времени ты окружен качественно проработанными, серьезными коллективами, причем проработанными рекламными образами, которые привлекательны, которые интересны, которые управляют мечтой, которые позволь себе и все такое прочее. Понимаешь? Да, конечно. Сам этим пользуюсь. Если ты сделаешь контент ниже уровнем качества, то он просто не сработает. Ты можешь его вообще не делать в таком случае, это не работает. Мы по факту занимаемся рекламой. Я этим занимаюсь профессионально уже больше 15 лет рекламой. И в принципе я примерно представляю, что сработает как реклама, а что не сработает. Поэтому картинки, потому что картинка имеет низкий порог вхождения. Ты ее хочешь, не хочешь, ты ее увидел. Текст ты должен прочитать, ты должен приложить усилия. Видео ты должен посмотреть, ты должен найти время. Хотя бы даже на полуторной скорости перемотки. Картинку ты увидел и все, развидеть ее уже нельзя. Если картинка хорошая, она тебе запала. А если картинка плохая, то ты ее все равно не видел. Я понимаю прекрасно все, о чем ты говоришь. Потому что мне в моей деятельности приходится всем тем же пользоваться. С этими же инструментами. Я прекрасно представляю, что такое превью. Та самая картинка, которую человек увидел. Насколько она должна побудить кликнуть в видео. Что надо сделать первые 10-15 секунд, чтобы человек посмотрел. Что ты хочешь ему в натяжении этого часового ролика донести и так далее. Все прекрасно понимаем. Но надо понимать, что есть, скажем там, ты можешь потратить 20%, вот если мы берем твою работу со 100, ты можешь потратить 20% работы и получить 80% результата. Бывает такое или нет? Да, разумеется, бывает. Это наши художественные конкурсы. Тут действительно работа в принципе куда менее сложная с точки зрения. То есть просто найти, где у нас есть художники. Прийти к ним, не размахивая шашкой, не бияя себя пяткой в грудь. И просто вежливо сказать, парни, посмотрите, вот есть такая тема. Вот есть скромные, но все-таки призы. Мы честно никого не обманываем. Мы уже провели там десяток конкурсов. Если хотите, спрашивайте, рисуйте, как бы шансы есть у всех. И на самом деле это срабатывает. То есть тут все достаточно просто. Ты так ушел от ответа, что у тебя за мечта? Да. Собственно, вот вся наша мечта, она вся в нашем проекте и есть. Какие-то конкретные формы. Ну, я же говорю, на самом деле формы не важны. Главное, чтобы это все продолжалось. Главное, чтобы это все развивалось. Последнее, что хотелось бы узнать. Следующий шаг. Вот что будет в ближайшее время, вы собираетесь сделать? Правда, в ближайшее время? В ближайшее время, вот сейчас мы как раз с ЦАКТО взяли, получили разрешение у группы Кима Буран. И на основе наших картинок мы хотим сделать музыкальный клип. Приоткрою немножко интригу. Я надеюсь, что у вас все получится. Я тоже надеюсь. Большое спасибо. Взаимно. Камрады, подписывайтесь на мой канал. Заходите, ссылка в описании будет на СССР-2061. Знакомьтесь с работой этих парней, которые все время находятся за кулисами. Поддерживайте их. СССР-40 километров над землей, 140 долгих жизней за спиной. Теперь я знаю, есть все то, что нужно здесь, сейчас со мной. Как странно ощущать себя никем, как странно наблюдать, парить над всем. Наверное, я сплю, дышу и так люблю, весь мир зачем? Не проснись. Нам снится, наверное, эта жизнь. Я растворяюсь в солнечных лучах, я чувствую сильнее каждый взмах. Мой острокрылый сон летит за горизонт и тает страх. Я помню каждый день и каждый миг. Листаю годы, как страницы книг. Все ближе голоса, все выше небеса и чудеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok